Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор сайта «Избави зали». Сейчас я вам показываю образец, просто фанговый образец. Вот такие вот образцы, которые основаны на том, что мы выдвигаем иглы в переднее рабочее положение по какому-то шаблону. Вот, например, пользуюсь линейкой 1 к 3, 1 к 4, 1 к 5 или как угодно. Можно очень здорово пользоваться наборными линейками для таких рисунков. У меня идет рисунок 1 к 3, то есть через три иглы я выдвигаю четвертую по рапорту. То есть по рапорту у меня две кромочные, четвертая петля выдвигается, беру линейку 1 к 3, выдвигаю все подряд иголки. То есть тут даже не надо думать в таких вот образцах. И они хороши тем, что в любой последовательности можно выдвигать иглы и вязать что угодно. Главное, эту последовательность, конечно, записать. У вас все равно получится красивый, интересный рисунок. Два. Если вы будете вязать по 4 ряда, у вас рисунок более выпуклый, более насыщенный такой будет. Но не все машины провязывают 4 накида, поэтому мы вяжем по два. Была эта иголочка, теперь по рапорту через одну вот эта иголочка. И просто линейка 1 к 3 выдвигают все иголки. Очень простые эти фанговые рисунки. Буквально вы свяжете один рапорт и все, и вам даже не придется думать, как их вязать. Руки вяжут сами. То есть иглы, которые у нас не работали, отлично видно. Вот эта вот не работала, теперь идет соседняя. Четко по рапорту выдвигаем и провязываем ниточкой, которую у нас только что не вязала. То есть у меня 2 цвета, я их просто чередую. Раз, два. Убираю те иголки, которые работали. Работала вот эта вот теперь, через одну достаю, и в переднее рабочее положение по рапорту. И провязываю следующим цветом. Два ряда. Замечательные детские рисунки получаются. Так, два ряда этих провязала. Теперь следующую. Пока говорю, сейчас еще и запутаюсь. Детские рисунки. Очень хорошо фанговые образцы вязать для каких-то плотных вещей. Ритузы, какие-то теплые кофты. Можно вязать в однотонном варианте. Вот такое переплетение получается замечательное с изнаночной стороны, если делать однотонным. Но если делать двухцветным, сейчас вы увидите, какая красота получается. В одноцветном варианте. Очень красиво. Это детский вариант, красив. Такой яркий. Насыщенный. Если вы вяжете взрослый вариант какие-то, берите, может быть, даже одного цвета, но разных оттенков пряжи. Очень красиво, интересно смотрится. Очень нежно получается. Так, два ряда. Два ряда на всех иголках разделяем рисунок и повторяем рапорт. То есть, получаются какие-то фигурки. То есть, вот такие вот фигурки вы можете придумывать сами. По любому, в любой последовательности рисуете себе такой рапорт и вывязываете. Все равно будет красиво и интересно. И самое главное в этих рапортах, то, что вы можете подстраивать под количество петель вашего изделия. Вот у вас есть определенное количество петель. Подстроите ваш рапорт под количество петель вашего изделия и не ошибетесь. То есть, не нужно нигде ничего выискивать. Рисуете, пробуете, красиво вяжете. Это самые простые рисунки, беспроигрышные. То есть, они всегда красивы, всегда интересны. Подберите что-нибудь, то, что подходит именно вам, под ваше количество петель и вяжете. Очень просто. Самое главное следить за язычками, чтобы они нигде не закрылись, не спустила петля. Потому что тем, кто умеет вязать, я тем ничего не говорю. Тем, кто только начинает вязать, поднимать вот такие рисунки очень сложно. Можно ошибиться. Поэтому надо следить за рапортом и следить за язычками, чтобы нигде не слетела петля. И все. Вариант очень красив, интересен. Продолжение следует... Продолжение следует...